Друзья, всем привет, с вами канал Будда Гришна, но вот новости по делу Михаила Ефрема, он выплатил 111 тысяч рублей за похороны, вы помните, что в апелляции Захарова не встали, не сказали, мы ходатайствуем в условном сроке, потому что, ну, якобы не были выплачены 111 тысяч. На самом деле, Алешкин сделали отвод, и вот этот проект уничижительного абсолютно отношения Ефремова письма, который мы с вами уже читали, вы все дали крайне негативную оценку этому письму, это проект письма, который тогда представил Алешкин, якобы, который они разработали совместно с Добровинским. Значит, и тогда вопрос был, якобы, в этих 111 тысячах, 4 миллиона было, там, 3 миллиона выплачено, и весь вопрос в том, что вот это письмо не было подписано, а в письме-то очень важные вещи, говорят, помимо простите-извините, он обязуется еще платить Захаровым потом, то есть, чуть ли не содержать их, понимаете, в чем дело. Вот он выплатил 111 тысяч, пишут, что 20 ноября знаменательная дата для Ефремова, поскольку он закрыл все финансовые вопросы с семьей Захарова. Значит, ну, многие говорили о том, что, о том, что якобы там будет судебное заседание по иску Добровинского или не будет, Добровинский говорил, что он отзовет иск. Ну, если, собственно говоря, все выплачено и нет никакого смысла его рассматривать. Однако же, вы знаете, как мне кажется, корреспонденты спешат немножко написать, что все финансовые вопросы закрыты, закрыты в рамках иска, но письмо он подписал, они, безусловно, могут ходатайствовать об условном сроке. Знаете почему? Потому что, когда он будет работать, то он сможет им платить больше, чем он когда будет сидеть в колонии. Поэтому, в данном случае, исходя из письма, которое было подписано, вы знаете, что он признал Стерхова потерпевший, теперь он Стерховой заплатит, потом мама признает, наверное, не знаю, хотели же маму признать, маме заплатит. То есть, Ефремов, Ефремов, плати, 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 вот это примерно содержательная часть письма. Понятно, позиция близких, скорее вытащить Михаила Олеговича оттуда, и она правильная, я уже говорил неоднократно, что близкие любого человека делали бы так. Да, но общественности, конечно, это крайне обидно, вот, поэтому Михаил Олегович, по-моему, навеки повязан теперь с семьей Захарова. С вами был Будда Гришна, друзья, подписывайтесь на канал, кому интересно, комментируйте, оставляйте комментарии по данной новости. Подписывайтесь на канал, на котором мы с вами находимся, на мой основной канал Будда Гришна, на канал саморазвития Будда Гришна Live, и добавляйтесь в Инстаграм, Будда Гришна, нижнее подчеркивание, official, будем общаться, принять сообщения. Всем пока, до встречи!